Продолжаем вас знакомить с причинами возникновения тех или иных неисправностей. Пассажир у них зимой начинает замерзать и нормальная печка не работает. Сколько нужно извести этого очистителя и растворителя, одному богу известно. Добрый день, дорогие друзья. Вы снова на канале ВМЗАП. С вами я, Роман. Продолжаем вас знакомить с причинами возникновения тех или иных неисправностей. В данном случае расскажем, почему перестает работать нормально отопитель. Так как некоторые владельцы автомобиля жалуются, что пассажир у них зимой начинает замерзать и нормальная печка не работает. Как пример, это у нас радиатор отопителя с автомобиля Hyundai Tucson 2014 года выпуска. Давайте же его распилим и посмотрим, что же вызвало его неработоспособность. Чем же он забит? Видно что-нибудь? Вот сюда заходит жидкость. И вот через эти алюминиевые трубочки тоненькие, как соты, опускается вниз и дальше уходит в систему охлаждения. Если где-то забита часть, либо с этой, либо с этой стороны, то, естественно, он циркулировать будет, только не по всей плоскости, а будет только часть трубок работать. Поэтому сейчас так не видно. Но давайте вскроем верх и низ и посмотрим, вон, кровь из него течет какая-то. Обратите внимание, мы сейчас его продули от пыли алюминиевой. Видите, как щели все забиты, практически все. Есть только несколько трубочек, несколько сот, которые пропускают через себя жидкость. Остальные все забиты. Вот поэтому он и не работает. Все это связано с химической агрессивностью антифриза. И вот эти все окислы, это часть того, что он разъел в системе охлаждения. Так что вот причина неработы радиатора. Хотя, если бы туда мы налили воды, либо охлаждающую жидкость, он бы все равно протекал через трубки и продувался бы. Так что вот причина. Можно ли его промыть, этого никто не знает. Можно долго и упорно, опять же, промывать его. Но смотрите, если вы используете какую-то промывку, опять же, она же у вас не гарантированно растворит все. Она может растворить у вас, допустим, часть этих трубок, половину, допустим, этих трубок. И антифриз будет циркулировать лучше, чем в том случае, как вот у нас сейчас показано. Вы подумаете, что вы промыли, этот антифриз поставите, зальете обратно антифриз, поедете, включите печку, она опять не работает нормально. И сколько нужно промыть таким образом раз эту систему, и сколько нужно извести этого очистителя и растворителя, одному богу известно. Поэтому проще и дешевле надо заменить радиатор. А это у нас нижняя часть радиатора. Поэтому здесь, как видите, ничего не забито, потому что все вниз вытекало. И обратите внимание, трубочки намного больше здесь открытых. Вот такая должна быть и верхняя часть. В таком случае радиатор работает. И, естественно, возникает вопрос, какой же антифриз лить? Разумеется, тот, который указан в вашем руководстве пользователя. И антифризов существует два типа. На основе этиленгликоля и на основе пропиленгликоля, плюс пакеты присадок. И если в вашем руководстве пользователя указано, что использовать нужно антифриз на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов, вот его-то как раз и нужно лить. Но смешивать антифризы между собой крайне нежелательно, потому что даже если вы льете красный в красный, а зеленый в зеленый, у разных производителей разный пакет присадок. И если вы их смешиваете, имеется в виду разных производителей, то возможен конфликт присадок, что может привести к нежелательным и непредсказуемым последствиям. Поэтому наши рекомендации – используйте антифризы одного и того же производителя. И еще один немаловажный момент – доливать в систему охлаждения лучше всего дистиллированную воду. Потому что если вы будете лить сырую воду в систему охлаждения, то опять же из-за пакета присадок и химической реакции с теми веществами, которые имеются в сырой воде, опять же, возможно какие-то химические реакции выпадения осадка. А если вы хотите узнать чуть больше об антифризах, то напишите нам об этом в комментариях. А также не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Ну а с вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok